Ох, всё, побежали, ребятки-крестоносцы, Деус Фульт, Деус Фульт, хе-хе, убивайте всех, Господь узнает своих. Уай, братан, ты красавчик. Друзья, привет всем, с вами Деодант, сегодня мы поиграем в Total War Attila, это наша модификация на Средневековье, и сегодня мы вместе с вами отправляемся на штурм Константинополя. Сразу же хочу оговориться, что данное видео ни в коем разе не является исторической реконструкцией, что здесь огромнейшее количество всякого разного рода неточностей, и ни в коем разе я не претендую на всё это добро. Вдобавок ко всему, я здесь не буду, знаете, использовать какие-то там тактикульные возможности особо божить, здесь цель этого видео это попытаться, ну, представить, каково было крестоносца во время штурма, встать на место непосредственно товарищей византийцев, посмотреть от их лица, как всё это дело происходило, ну, в общем, попытаться перейти в эту эпоху и представить, как оно было на самом деле. Изначально я вообще тут бой устроил реально очень эпичный, порядка 12 тысяч юнитов, однако к середину игры, к середину боя это был какой-то, знаете, сущий лагодром, что я решил снизить количество воинов до 7 тысяч, ибо играть было, ну, реально невозможно. Сейчас мы с вами отправляем наши осадные башни, наши осадные лестницы против византийцев, вдобавок ко всему катапульты пытаются пробить здесь брешь в стене, и я бы на месте вот этих товарищей отсюда как можно раньше свалил бы, потому что постоянно летят тут снаряды, и, в общем-то, уже 9 человек было убито. Да, итак, друзья мои, противник атакует наших союзников, вполне вероятно, что мы потеряем с вами либо одну из наших осадных башен, либо мы потеряем непосредственно эти лестницы штурмовые, ну, посмотрим, надеюсь, что мне повезёт. И, естественно, наши катапульты после пробития этой бреши, в принципе, брешь уже практически появилась, наши катапульты должны будут помочь и обеспечить огневое прикрытие достойное. Ребятки, давайте ещё один залп, и я думаю, что брешь будет открыта. Да, ребята, появляется брешь. Ну всё, можно с криками «Деус вульд» просто врываться в Константинополь и начинать нарезать неверных. Хорошо, но мы с вами пока что не торопимся, союзник подводит опять-таки осадные башни, и уже, знаете, начинается какая-то реально жёсткая суета. Мы с вами отключаем стрельбу по желанию, нам надо определиться, куда же дать нам с вами залп. Давайте попробуем, наверное, огненные выстрелы сейчас сюда запиндюрить, прямиком ворота, прямиком сюда. Ну и давайте ещё по башне отработаем с помощью огненных выстрелов. Итак, полетело всё это добро у нас, тут уже, знаете, такие трупешники валяются, посмотрите, как же это эпично выглядит, просто раз-два. Это классно, прямиком перед нами снаряд прилетает, и вот мы с вами готовимся к тому, чтобы появились крестоносцы. Ребята, очень ответственный момент, вспоминается фильм. Всё, побежали, ребятки, крестоносцы. «Деус вульд», «Деус вульд». Убивайте всех, Господь узнает своих. Правильно, именно так и надо действовать. Хорошо, крестоносцы у нас врываются, начинается уже борьба непосредственно на стенах. Более того, подрывают и поджигают наши осадные лестницы, штурмовые. Подходят новые крестоносцы сюда потихонечку. В общем, визатинцам сейчас будет не сдобровать. Начинается паника, суета, ребятки не знают, куда им идти, поднимаются копья. Отлично, однако нашим катапультам, я думаю, надо вот-таки стрелять конкретно в эту точку. И ещё, давай ко всему, огненные стрелы полетели против наших рыцарей, Господа. Ну что, я думаю, можно попробовать сейчас сюда подвезти несколько наших бойцов, для того, чтобы попытаться здесь прорваться. Возможно, даже нашим крестоносцам, всадникам, удастся пройти. Бросаем мы с вами осадное орудие. И приближаемся всё ближе и ближе. И снова полетели залпы. И снова вырываемся мы с вами своими огненными снарядами на византийцев. Отлично, поднимаются новые отряды крестоносцев. Вот уже на стенах непосредственно начинается наша борьба. Блин, ну как это классно, ребята, выглядит, а? Вот всё-таки огромное спасибо создателю этого мода на то, что можно попытаться представить себя на месте крестоносцев. Можно даже, знаете, по канону устроить чардж на копейщиков, представить, что вот конницы, всадники, они не знают, кто там их ожидает. И бросаются первые рыцари у нас вперёд. И всё-таки, как вот передаётся эта атмосфера, разбиваются просто снаряды огненные. И вот, когда ты не знаешь, что же там у тебя внутри, что за этими стенами. Итак, идут вперёд наши крестоносцы. Ну и что там их ждёт? Отлично. Перешли они. Происходит чардж на копейщиков просто по канону. И начинается жесточайшая схватка. Это первые крестоносцы, которым удалось войти в Константинополь. Сейчас уже рядышком у нас пехота подойдёт. Она обязательно поддержит своих бойцов. И почему-то товарищи византицы здесь больше никого не оставили. Поэтому мы с вами сейчас попробуем тут устроить прорыв. Плевать, даже если у нас тут не получится. В общем, первые рыцари пошли. И они, по сути, смели этот отряд. 116 человек. Но не смогли они остановить. Проходят первые рыцари вперёд. И следующий чардж у нас с вами должен пройти. Далее по византийским мечникам. Хорошо спускается крестоносцы. Снова идёт атака. Всесметающий чардж. Добро. Тем временем уже поднимается постепенно сюда. Наши пешие рыцари крестоносцы. Посмотрите, знамя Господня. Взмывается вверх. Всё. Побежали крестоносцы. Настоящие пехоты. Даже тевтонские рыцари тут откуда-то оказались. Побежали, побежали бойцы. Всё. Начинается сейчас жуткая резня. Непосредственно за внутреннюю часть города. Тем временем, что у нас происходит на стенах? Давайте поглядим. Отлично. Крестоносцы здесь всё завоевали. Уже, правда, не знают, куда они отсюда уходить. И даже сейчас, знаете, чуть-чуть игра под лагерь. Всё-таки сказывается. То, что качество моделек. То, что здесь реально 7 тысяч человек сражаются друг с другом. Но это очень классно. И где-то там внизу у нас происходит сражение. Кто-то пытается отойти. В общем-то, первые войска крестоносцев уже в городе. И пошёл захват. Ещё там рыцари наши как раз-таки подъезжают. Всё. Ребята, неужели сможем мы с вами прорваться? Давайте посмотрим. Однако здесь нас останавливают. Наша цель это дорваться просто до лучников. И зайти в том числе в тыл к противнику. Крестоносцы спускаются. С этого небольшого холмика уже частично пошли эти чарджи. Начинаем мы с вами нарезать лукарей. Однако копейщики византийцев тоже знают свои дела. Пытаются остановить. А вот ещё огненные снаряды. Финально там прилетают. Собственно говоря, немного даже по нашим попадают они. Ну всё. Можно сказать, что стены практически оказались взяты. Убивают союзного генерала, к сожалению. Ну что поделать. Без потерь здесь не обойтись. И наши всадники. Всё, ребята. Бросайте просто. Бросайте этих копейщиков. Бросайте вражескую конницу. Идите нарезать лучников. Просто всех убивайте. Снаряды. Ой-ой-ой. Вы видели? Как рыцаря тут вообще случайно убило. Ненароком. Да. Жёстко. Было бы неплохо ещё сейчас попробовать с тыла ворваться вот на эту всю компанию. Поскольку очень тяжело там нашим отрядам пробиться. Далее. Что? Что там с нашими тамплиерами, которые до сих пор здесь почему-то находятся? Ну-ка, ребятки, быстренько давайте в центр города. В центральную часть. Побежали. Подбрасываем мы с вами подкрепление. Здесь опять-таки жёсткая схватка между нашими рыцарями и всадниками Византии. Однако часть пехотных отрядов уже проходит внутрь. Наши союзники нам помогают. Добро. Смотрим, что там с битвой у ворот. О, ребята, начинается лагодром. Даже с семью тысячами воинами игра всё-таки ощутимо подлагивает. Ну, вы понимаете, да? Что, во-первых, город Константинополь очень большой. Огромнейшее количество разного рода текстур. Плюс, добавка, всему ещё там и битва. И так вот вроде ты сидишь здесь, да, смотришь. Ну, обычное, обычное городишко. Ничто не предвещает беды. Однако, стоите поднять камеру и посмотреть, что происходит здесь. Что просто нереальное какое-то количество воинов. И игра, по-моему, вообще насмерть решила залагать. Да, ребята, у меня даже не было такого с 12 тысячами. Чтобы вот так, вот так жёстко лагало. Вот это да, друзья мои. Просто всё зависло, по сути. Ну, вы понимаете, да? Даже slow motion, я думаю, нам тут не поможет. Но можно поставить игру на паузу, чтобы представить. Вот просто, знаете, как манекен челлендж, как говорится. Взять, остановить мгновение и посмотреть, как всё это дело у нас выглядит. Кто-то там воюет, кто-то там борется. Здесь эпичные просто кавалерийские атаки. Смешалась пехота, кони, люди. Да, ребята, это реально очень достойная модификация. Я, блин, буду это очень много раз повторять. Но всё-таки, да вы понимаете. А там у нас, видите, вдалеке Medial 1 Total War. Просто текстурки эти. Просто божественные. Ну-ка, если я захочу, допустим, ускорить. Игра, по-моему, всё равно у нас просто с вами встала. Да, уже начинается тотальный лагодром. К сожалению, компьютер не выдерживает такой нагрузки. Пара-па-па-па. Ну, может быть, если я отойду сюда, как вариантик. Что-нибудь у нас получится. Всё равно пролаг остаётся. Хотя, вот когда в предыдущий раз разыгрывал, видимо, от каких-то параметров оно у нас с вами зависит. Давайте попробуем, как вариант, в графике чуть-чуть поменять всё это добро. Текстурки, допустим, на Medium поставим. Уберём всё это добро. Па-па-па-па-па. Портреты 2D поставим. Хотя это тут не поможет. Но, в общем-то, детали мы с вами строений убираем. Возможно, тут город нам ещё чуть-чуть обеспечивает вот эти вот лаги огромные. Сейчас посмотрим. Друзья мои, давайте заново запускаем. Но, по-моему, всё равно никоим образом это не помогает. Игра у нас тут намертво решила залагать. Но давайте хоть так представим, что это Slow Motion. Поглядим. Хотя тут уже ребята совсем... Да, друзья мои. К сожалению, эпичнейшего штурма Константинополя у нас тут с вами не вышло. Игра жёстко начинает пролагивать. Но вы сами понимаете, да? Какое здесь количество юнитов сражается всё-таки друг с другом. Там пытаемся мы с вами пойти. Но, по сути, Константинополь почти взят. Потому что мы с вами умудрились прорвать основной строй противника. Крестоносцы здесь уже разбредаются просто по всему городу постепенно. И в скором времени начнём мы с вами сжечь, резать и убивать абсолютно всех. Константинополь практически взят. Ну, а с вами был Диодант. Уж простите, что у нас тут такие лаги очень сильные. Но надеюсь, что первая часть видео вам понравилась. Всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok